хруст стоит операционный как будто я ножницами хрящи вот рублю я считаю что ты был жесткий изначально я тут же выйду замуж за иностранца влечу в америку и муж мой будет миллионер не будет как вас учили делать разрез на газетной бумаге я уже оказывается такой старый еще помню как конским волосом шили хирургия замечательно тем что скучно не бывает никого ты не искалечишь никого не погубишь если знаешь да все новое что я узнал за последнее время августа при помощи ольги и это ценно алексей очень рада видеть тебя в нашей импровизированной студии взаимно очень давно хотелось с тобой пообщаться знаю твой искрометный юмор и острый ум но я еще знаю про тебя еще немножко больше и об этом сейчас скажу ты владелец одной из первых клиник частных клиник по пластической хирургии и это было уже больше 20 лет назад твоя клиника не только пережила очень много кризисов которые были у нас в стране увеличились и объемы увеличилась вернее увеличилась площадь выросла то есть все идет в гору несмотря несмотря на вот скажи пожалуйста в чем секрет сейчас много появляется новых клиник и есть крупные клиники которые пытаются и вернее в планах которых есть многопрофильность не только пластической хирургии у тебя только пластической хирургии то есть ты заточен только именно косметологии ну и косметологии естественно как бы ну учитывая и знает твоего партнера многолетнего по бизнесу ты опять таки тоже могу сказать редкая клиника которая сразу начала в себе сочетать и пластической хирургии косметологии то есть у вас тандем очень удачный не конкурентный а дополняющий друг друга это как бы один наверное тоже из секретов успеха а вот про все остальное я хотела бы чтобы ты рассказал это верно для успешной работы клиники на мой взгляд конечно нужна какая-то концепция в голове и не надо не надо торопиться вот это самое сложное видимо в работе сочетать коммерцию и медицину вот впрячь в эту телегу совершенно такого тени толкая тогда будет вам хорошо если вы сможете не торопясь спокойно выполнять функцию врача лечить людей помогать дополнять хирургию не пытаться решить все проблемы да при помощи скальпеля там мы здесь прибавим тут убавим нет обязательном порядке на сегодняшний день у нас еще специалисты смежные гинекологи эндокринологи все врачи знают да с первого курса нам говорят лечить надо не болезнь больного не надо торопиться это раз не надо пытаться заработать сразу все деньги быстро купить учреждения на этом накалываются очень много людей начинают делать операции не по показаниям ну то что называется только давай за двадцать с лишним лет работы нашей клиники открылось и закрылось уже огромное количество учреждений я это смотрю и ошибки приблизительно одни и те же мы торопимся мы спешим у нас бизнес-план непонятно кем и как составленный да у нас надо срочно бегом 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 еще и хочется заработать и за этой суетой теряется главное теряется то в общем для чего вы учились в институте для чего специализировались заканчивали ординатуры не спали ночами трепали нервы себе коллегам своим помогать надо людям помогать искренне помогать хорошо помогать понятно что все работают за деньги да и экономика клиники вещь довольно хитрая вот но никогда не надо забывать что в первую очередь врач специалист и пациент очень приходится своей бедой проблемой какими-то страхами они просто сделайте мне операцию вот такую такую-то как топер да сыграем на объяву что-то вот и я тут же выйду замуж за иностранца улечу в америку и муж мой будет миллионер не будет так не бывает потому что он потратил деньги потому что не будет с такими таких пациентов вообще надо разворачивать чем больше я работаю тем больше пациентов через 10 минут общение заканчивается и они отправляются искать счастье в другом месте это я вам точно могу сказать тут две причины первое то что я стал конечно жестче за последние лет 15 а это не самое приятно да на секунду почему я считаю что ты был жесткий изначально а я стал еще жестче вот как вот я когда познакомился с тобой я помню что у тебя был совершенно такой клинический подход к пациентам которые не нуждаются в спасении жизни они нуждаются в психо эмоциональной стабилизации которую они пытаются получить за счет пластической операции поэтому ты был наверное один из немногих хирургов который очень четко не придерживался вопроса селекции я помню когда задавали вопрос нашим маститым хирургам из америки и они всегда говорили процент успеха моих операций зависит от правильного выбора пациента правильная селекция и вот наверное один из немногих с кем вот я столкнулась и общаясь поняла что ты придерживаешься этого правила очень жестко не четко а очень жестко у тебя очень высокий уровень селекции я прекрасно понимаю как бизнес бизнес то бизнес да я прекрасно понимаю что у меня есть компания у меня есть расходы мне нужен определенный уровень доходов для того чтобы эта компания существовала и для того чтобы у меня были доходы на развитие с одной стороны я понимаю те клиники и тех докторов которые стремятся увеличить потоки пациентов как бы в первую очередь не в первую очередь сделать как бы операции таким образом чтобы пришел пациент по сарафану а увеличить поток изначально сегодня нужно платить аренду сегодня нужно покупать инструменты сегодня нужно вкладывать деньги в рекламу в наем хороших качественных сотрудников и не говоря о том что стоимость оборудования достаточно высокая в твоей клинике стоит самое новейшее оборудование но далеко не дешево и это тоже те деньги которые у клиники должны быть как соблюсти вот этот баланс не пойти на поводу у пациента и не брать всех подряд оставить хорошую оправданную цену для операции и в то же время иметь пациентов которые будут готовы на это пойти это очень многоплановая такая история я тебя спрашиваю да 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 с большим опытом да во первых никогда нельзя бежать впереди паровоза да надо если вы хирург оперируйте те операции в которых абсолютно уверенно нельзя хватать все подряд на это вот это вот первая проблема да мне нужны деньги мне надо платить за то за все за пятое десятое если вы не готовы да если у вас нет коллег с которыми которым вы можете доверить середине надо вообще этим начинать заниматься так скажем да работайте пока не станете уверенном порядочность совесть и нежадность основные основные критерии вы свои деньги заработаете успеете вот если вы очень спешите не открывайте клинику это забег в долгую это действительно большие большие инвестиции на старте и потом долго долго все вы это как-то отрабатываете вот и тем не менее чем больше вы отказываете пациентам которые с неоправданными надеждами к вам приходят которые приходят к вам с фантазиями которые выполнить невозможно или они не понимают уровень серьезности вмешательства ну что там взять оттуда пересадить сюда ну что то вот такое вот и через год-два у вас будет доброе имя чем больше вы откажете тем в общем быстрее вы встанете на ноги и тем проще вам будет потом работать а экономика клиники да вещь серьезная и плюс к этому сотрудничество со смежными специальностями вот это выручает потому что все прекрасно знают что хирургия она довольно сезонная вещь да то есть летом меньше оперируем зимой больше помогает косметология и друг друга мы уравновешиваем отчасти и постараться не конкурировать и никогда не отказываться от чего-то нового вот а все новое что я узнал за последнее время я устал при помощи ольги на самом деле на самом деле потому что она конечно очень помогает вот в этом плане в плане развития то есть если нет философии вашей концепции развития клиники такой гуманной философии а чисто просто заработать деньги ну проработаете его лет пять на этом все закончится точно могу сказать хочу задать вопрос алексей по поводу вашей вашего тандема с косметологией как вам удалось построить эффективную модель раму ну как было сказано одном фильме все далекие времена когда каждый знал свое место в жизни вот это было сделать проще то есть косметологи занимались косметологии хирурги занимались хирурги и практически пересекались только в районе где-то на удалении небольших новообразований все больше мы работе друг друга знать не знали и знать не хотели на сегодняшний день эти две специальности где-то естественным образом где-то искусственно сближаются 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 и вот тут главное не потерять берега из виду потому что косметологи стараются делать ну как хирурги читать лезут на землю хирургов вот хирурги пытаются делать маленькую хирурги косметологи ревнуют и если вам удастся как-то вот разрулить этот момент вот тогда все будет хорошо договаривайтесь с косметологами сразу кто чего делает кто делает это вот я например с первого дня как появился такой препарат всем известный как ботокс моя партнер начинала его еще когда регистрацию только проходила это было довольно давно работать с ним но мы уже работали совместно и я сказал я не я близко не подойдут вот вообще в руки не возьму хотя мои коллеги там жажды быстрых денег там пытались во всем колоть до сих пор вот договаривайтесь сразу я не занимаюсь филлерами все не подхожу и тогда у вас не будет перетягивание одеяла друг на друга что ах вот это мой пациент мы передаем пациентов от косметолога хирурга хирурга косметологу и все равно надо понимать что в основном косметологи занимаются качеством качеством кожи в частности да а хирурги количеством вот если этот баланс понимать и соблюдать все будет хорошо будет идеальные отношения как у нас клинике алексей вы прямо замечательно затронули тем мы когда в 2000 году привозили американских специалистов в том числе томаса бикса они говорили о том что очень важное значение имеет именно подготовка пациента к операции омолаживающей операции на лице что обязательно нужно готовить кожу и они такие протоколы используют в пилинги которые у нас были в нашем портфеле и после этого берут пациента на хирургическое вмешательство наши хирурги тогда восприняли это очень как бы отрицательно они сказали нет мы с косметологами не сотрудничаем они как бы никак не могут нам помочь и пациент не будет ждать сейчас когда вот мы были на им кассе последнем там опять через 23 года вернулись к разговору о том что качество кожи имеет большое значение сегодня косметологии как таковая она сделала огромный рывок у них очень большой арсенал и парк скажем так аппаратной косметологии некоторые косметологи говорят что они могут заменить смаз они могут заменить какие-то хирургические вмешательства но понятное дело что грамотные специалисты говорят что нет это все-таки тандем с твоей точки зрения какие из процедур помогают тебе как хирургу если ты берешь пациента на омолаживающей операции на лице а какие ты считаешь что вот мешают вот вот чтобы ты или как бы или сначала сделать операцию потом отправить пациента на вот вот так чтобы не портить настроение там коллегам вот последняя фраза она вот правильная правильная да мне кажется конечно что аппаратные особенно косметологии особенно агрессивно аппаратной косметологии доктора понимают о чем я говорю она скорее как фиксатор результата операции там месяца через 4-6 после операции на лице допустим закрепить результат на сегодняшний день к моему великому сожалению путь пациента до нормального решения проблемы стал дольше и дороже что я имею ввиду на дело в кучу процедур не хочу их называть не хочу честно ссориться с коллегами вот они все молодцы и каждый старается помочь по-своему но начиная операцию хруст стоит операционный как будто я ножницами хрящи вот рублю невозможно понятно что пациент попал ко мне в операционный потому что не получил того результата который на который рассчитывал за вот был все хорошо с этими процедурами чтобы он ко мне пришел но он провел год значит два в поисках каких-то альтернативных с его точки зрения методик кожа превращилась ну по наполученного гипероластоз у нас стало как фанера вот она припеклась под подлежащим тканям таким фиброзом таким довольно махровым и манипулировать там становится сложнее эффект от операции не такой выраженный иногда как хочется кожу ну просто она не тянется реально теряет эластичность до какие-то мелкие машинки у пациента ушли а общая конструкция на как висела так и висит вот это мне кажется лучше перенести на потом вот сделать операцию убрать избытки кожи подтянуть все хорошо зажить и дальше милости прошу пролонгация эффекта его не никто не отменял и действительно будет работать но к моему великому сожалению тут телегу поставили впереди лошади и давайте мы попробуем вот это если не поможет то уже тогда уже в самую последнюю очередь мы пойдем идите к хирургу но это неправильно на самом деле но мне кажется это связано с тем что есть определенные вот то что я по крайней мере читаю в интернете есть определенные опасения наркоза и я например знаю что был запрос от некоторых но наших вот кого в нашем окружении девушек которые хотели сделать блефоробластику без анестезии то есть вернее с местной анестезии без общей анестезии не вопрос сделать можно но через пять минут они просят чтобы им дали наркоз потому что это некомфортно вы лежите вам шпарит этот свет в лицо глаза вы не закроете моргать мешаете хирургу вот все время боитесь встретиться как зайти хвост и адреналин вырабатываете давление скачет кровь хуже сворачивается но все 33 удовольствия зачем зачем это надо ребят 21 век на дворе от местной анестезии осложнений по-хорошему всяких вот этих анафилактических реакций больше чем от наркоза ну так вот если уж на то пошло на не надо бояться наркоза без наркоза нет хирургии вообще никакой и наши тоже в том числе но поэтому народ идет на да мы все аппарат не надо пытаться обмануть себя и и перехитрить что-то вот скатерть самобранка там по щучьему велению такая генная память нации сиди на печи она сама все сделается не бывает так ничего не выйдет что ты считаешь за последние ну 15 может 10-15 лет интересного случилось в науке что изменила ход пласти пластических операций но может быть какие-то были придуманы девайсы нитки не знаю что то материалы да да материалы совершенствуются я уже оказывается такой старый еще помню как конским волосом шили ого да место пролена прорывных вещей в медицине особенно в хирургии особенно в пластических хирургиях не так много вот только не даст соврать все это называется cold blade surgery вот это железо то есть инструменты которыми мы оперируем это в первую очередь голова потом уже руки хирурга мы к сожалению ограничены или к счастью анатомии физиологии нас к счастью нет больных наших не лечим от болезни ну готовим пациентов к операции прорывы наверное появились скорее в головах вот особо прогрессивных хирургов когда они перестали от всех подряд оперировать все на свете зато есть стабильные вещи я не хочу прорывов например в области производства грудных имплантов вот у меня просто опыт там четверть века работа с компании установки компании ментор имплантов у меня есть пациенты я их знаю это мои знакомые которым я там четверть века назад поставил эти импланты одно я тут поменял я вам даже фотографии присылал и как будто вчера поставил вот это конечно шок полный эксперимент длиной 25 лет вполне себе нормальная история а вот что я не могу сказать девушка правильно носила да да по правильной эксплуатации это тоже но тем не менее качество изделия это очень важная вещь прям вот это меня потрясает в хорошем смысле этого слова другие другие производители я не могу это у меня и опыта к сожалению нет такого но то что я достаю выглядит не так респектабельно скажем так как хотелось бы да да а вам чего хотелось есть ментор есть клавермен можно спать спокойно это совершенно искренне меня вот не перебьешь в этом плане и не переспоришь если раньше я так сказать пользовался чужими знаниями чужим опытом то на сегодняшний день я совершенно четко могу сказать что четверть века железно если никаких механических травм не было ничего с ними не будет алексей спасибо за такую высокую оценку пожалуйста меня следующий есть вопрос очень важный мне кажется на сегодняшний момент какое базовое образование должно быть у пластического хирурга мы говорили о том что пытаются делать все различные операции сегодня я знаю ты один из немногих который выполняет практически весь спектр пластических операций за исключением на ринопластика да вот как бы нужна ринопластика считаю что это государство в государстве такая отдельный лор ассоциированная операция ложа такая мне очень понравилось как ты мне однажды рассказывал как вас учили делать разрез на не будем так сказать никакой вот никаких высоких технологий на газетной бумаге да как ни удивительно 21 век до сих пор кожу режут хирурги скальпелем я так думаю что резать будет еще очень-очень много лет на то есть свои причины и не надо думать потому что мы жадные или глупые нет лучше ничего не придумали да была практика когда брали старую пачку газет ну подшивку за год вот и начинающий хирург брал в руки скальпелем должен разрез там два листа три листа четыре листа сколько скажешь столько разрез таким усилием провести там режем на пять листов открываем и смотрим дорезал или перерезал да и так за пару лет можно научиться где взять эти пару лет все торопятся бегом-бегом образование на мой взгляд хирургическое будь то особенно в пластической хирургии должно начинаться кажется хирургии общей и это просто негуманно ребят после института после егэ после шести лет института учить пластической хирургии перепрыгнув сразу через general surgery да через общую хирургию и куда входит кстати и раны раневая инфекция то что просторонне называется гнойная хирургия хирург и любой специалист только начинается только тогда когда он научится исправлять свои ошибки лечить воспаление воспаление в ранее там в районе операции надо уметь вот а мы хотим сразу все красиво а они случаются не случаются у всех страшно подумать даже у самых самых звезд случается осложнение если у него нет осложнений значит он лукавит это как раз тоже тот вопрос который я задавала нашим иностранным коллегам практически всем они все пришли кто из общей хирургии кто из челюстно-лицевой хирургии но вот по я сейчас статистику такую стопроцентную не воспроизведу но большинство все-таки имели опыт в общей хирургии как ты говоришь и борьба умение бороться с инфекциями с осложнениями безусловно не говоря о том что если мы говорим про абдоминопластику да то общей хирургии она конечно ведь основы основы знания анатомии это это кому-то покажутся страшными вот такие вот я никого пугать не буду но провалился хирург брюшную полость то что называется на профессиональном слыге ну чего страшно ничего страшного ты должен там ориентироваться никого ты не искалечишь никого не погубишь если знаешь да ну надо просто ты должен не должен теряться никогда в этой ситуации не паниковать там действительно ничего такого сложного ничего страшного нет а вот а когда ребята знают как забрать жир посадить его одно место убрать из другого и вдруг у них такая ситуация и что куда бежать к маме к папе вызывать скорую помощь ну смешно а такие дай бог этого не будет никогда ну наш девиз будь готов конечно расширять переходить к именно к эстетической хирургии надо после того как вы овладели хотя бы азами хирургии общей хирургии значит ран раненевой инфекции ну и желательно хорошо знать голову когда мои юные коллеги просто ну как есть у меня учениками их не назовешь люди которым я помогаю как бы найти себя в профессии встать на ноги они приходят после операции челха до челюстных хирургов вот они господи как же они ловко там ориентируются быстро все а шо ж я то такой вот надо красиво а потом они смотрят на работу челюстных хирург они вылечить то вылечили но результаты общем так вот эстетически да да не спасли человеку жизнь установили здоровье там и так далее в честь и мы хвала и вот где найти вот этот грань да вот а тут вы надо надо все все надо уметь все надо уметь и вот сегодня у нас реконструктивная до хирургии вот а я здесь я реконструкции не занимаюсь вот пришел я точно не поболтать послушать умных людей коллег чтобы расширить свой кругозор может я чё-то забыл может что-то не видел может что-то новое расскажут по крайней мере если попадется пациентка которым нужно оба до конструкции ты точно будешь знать куда ее отправить вот да кому и куда послать да совершенно верно между прочим то спасибо ольга те знакомства которые когда-то завел и правда продолжаю поддерживать контакт со своими коллегами и я очень много отправляю к смежным специалистам да ну зачем заниматься тем чем когда есть люди которых ты уверен которые сделают решать эту задачу лучше не надо жадничать не надо все будет хорошо алисея я хочу задать вопрос сейчас идет восьмой москва брестмитинг который мы инициировали восемь лет назад и как бы очень узкая тема именно тема по груди это одна из самых распространенных была операция сейчас наверное она может быть переходит на второе место после операции по фейслифтингу по омолаживающим операциям на лице я знаю что ты был наверное на всех мероприятиях и твое мнение вот как если ты заметил может какие-то положительные изменения может быть улучшения все течет все меняется на самом деле уровень докладов наших ребят российских вырос на порядок не в связи с обстоятельствами на самом деле это действительно так вот очень радует наши монстры которые тоже не забывают двигаются и рассказывают много действительно интересного с одной стороны с другой стороны это ну я уж так открою небольшую тайну или большую это не но это не только доклады это еще и тусовка вот и это тоже надо ценить редко мы встречаемся сейчас со всей страны прилетели коллеги которых я не видел вот и в кулуарах и тоже ведь идет работа да мы обмениваемся опытом мы разбираем какие-то случаи которые допустим не попадают на широкий экран да на широкий экран не для публики восьмой же да я хочу прям вот как но я каждый раз знаю что феврале у меня есть занятие вот для развития хорошее хорошее нужно мероприятие и на самом деле чем больше они заточены под какую-то одну проблему например там хирургия молочная железа конструктивная эстетическая там они распыляются на все подряд тут тебе секция с носами тут тебе липофилинг там еще что то двум богам служить нельзя все в одном месте четко по делу собрались обсудили и пошли дальше опыт свой нарабатывать спасибо как я это оцениваю да мы тоже все время оцениваем мы тоже все время в стрессе нам хочется сделать это лучше вот вчера у нас был круглый стол мы увлеклись основой темой хирургии лимфатических сосудов это нужно в онкологии в реконструкции и мы зарегистрировали такой аппарат который позволяет отслеживать потоки лимфатической лимфы для того чтобы понять можно сделать операцию или нельзя и вчера мы проводили круглый стол решили специально сделать его очень небольшим всего несколько клиник которые это делают понятное дело это государственные клиники крупные и не каждый может себе позволить иметь микроскоп и или такое дорогостоящее оборудование и вот для меня показателем того что мы на правильном пути было то что джума массе который является номером один скажем в мире да и приглашает в америку он рассказывает про лимфо хирургию он вчера сидел и специально для него переводчица переводил он слушал все два часа нашего круглого стола это для меня говорит о том что очень были интересные доклады у ребят был достаточно интересно наработанный материал были показаны кейсы того что было сделано и это говорит о том что мы интересно если бы это было не интересно я думаю что джума бы не слушал это относительно того что наши специалисты выросли после ситуации с к видом мы вынуждены были перейти на как бы другой формат мероприятия я хочу сказать что сейчас это абсолютно другой формат и он очень интересный когда мы готовили пациентов для иностранцев то это были не всегда были самые сложные пациенты а сейчас когда мы готовимся к этому мероприятию готовится мы начинаем уже прямо как бы за год мы просим каждого спикера кто хочет принять участие в мероприятии в течение года если есть какая-то интересная пациентка которую можно соперировать и что-то показать какие-то техники или какой-то алгоритм операции новые мы просим это все записать мы записываем и заранее готовим сложные случаи ты очень правильно сказал мне это для меня это очень ценно и лестно мощный нетворкинг даже вчера я слышала как коллеги между собой общались а вот как ты делаешь эту операцию по лимфе а какой процент то есть какой процент в реальности ты не выходишь на сцену там и не пишешь у меня в сто процентов успеха нет они все четко рассказывают да вот у нас такая такие-то критерии оценки пациентов такие-то критерии оценки успешности операции и вот такие результаты да информация мало не бывает лишние ее тоже не бывает и что очень ценно это как раз работа с осложнениями и сложно самое сложное да да и самое сложное и самое ответственное самое нужное для врача когда все идет хорошо это скучно это хорошо хирургия замечательно тем что скучно не бывает и чем больше случаев нет чем меньше случаев осложнений тем всем лучше но чем больше мы видим случае не своих осложнений предупрежден значит вооружен вот ждать когда случится у тебя и потом значит пытаться вырулить а это всегда нестандартные ситуации стандартно это когда все хорошо вот хорошо это когда скучно а вот когда весело это значит что-то произошло и такие встречи такие мероприятия как раз дают возможность ну не почувствовать себя одиноким да и когда-то вспомнится в работе да что-то будет зафиксировано там сейчас с этим просто засняли подсмотрели и даже иногда важно есть кому позвонить посоветоваться нельзя стесняться советоваться хоть сколько лет проработали год-два-три 33 неважно не стесняйтесь никогда обращаться в коллегам а если забыли что это такое откройте клятву врача там все написано как раз что-то